Всем привет, с вами Галактики. Мы продолжаем играть в The Last of Us. В прошлой серии мы прошли основную часть игры. И, кстати, после этого прохождения некоторые внимательные зрители заметили появление ножика Элли на подоконнике, вот в этом вот меню, да? В первой серии его там не было. И, как я и обещал, после основного прохождения мы обязательно пройдем DLC, оставшиеся позади. Одно-единственное DLC, к сожалению, вышло на эту игру. Не знаю, почему так. Почему хорошие игры получают так мало DLC? На разные не очень интересные игры штампуют эти DLC просто десятками. Ну ладно. Давайте начнем в любом случае. Да, сразу скажу, что я запишу, скорее всего, полностью все это прохождение вот за один раз. И буду выкладывать серии по одной в день, потому что, ну, ребята говорят, что DLC довольно короткая. Максимум даже с моим медлительным и таким осмотрительным прохождением будет 3-4 серии. Вот, поэтому я, чтобы не переживать по поводу спойлеров, запишу сразу эти 3-4 серии. И на этом, к сожалению, все. The Last of Us покончено будет. Будем ждать вторую часть. Ну ладно, давайте. DLC, оставшиеся позади. Новую игру начинаем. Подсказки в игре. Наверное, я хорошо помню управление. Я надеюсь. Но я не думаю, что надо... Кстати, давайте сложность повыше поставим. Мы на нормале играли. Может быть, поиграем на реализме? Слушайте, а давайте. Это даже интересно будет. Я согласен. Сохранения отдельные к DLC идут. Я, может быть, пожалею, конечно. И эти 3-4 часа, сколько там будет длиться DLC, окажутся для меня просто нереальным мучением, которое продлится на десяток-другой часов. Но посмотрим. Интересно будет. Именно поиграть уже на максимальной сложности. Посмотреть, какая будет разница. Если мы, правда, успеем почувствовать эту разницу. Нам напоминает, что же было в основной части игры. Невероятный момент, когда после такой дыры в брюхе Джоэл выжил. И Элли тогда тоже сочно получила трубой по лицу. И даже не поцарапала личка. Это самый такой, наверное, момент был нелепый за всю игру. Джоэл? Джоэл? Черт. Джоэл, ну-ка. Вставай, вставай. Скажи, что делать. Давай. Ну, вставай ты. Джоэл. Ну, а момент, конечно же, был довольно трагичным и весьма интересным. Но могли бы как-то меньше сделать кровища там, да, меньше как-то... Менее серьезное ранение какое-то или что-то, не знаю, ну, потому что чересчур немного было. А-а-а-а. Да. Все это время я думала, что ты погибла. Да. Вот. Смотри. Не может быть. Ты всё без соседки? Мне три года пришлось спать, подлис, а ты знаешь, как от неё воняет. Ты цикада? Так и висит. Что? Куда ты пошла? Не хочу, чтобы меня застукали с цикадой. Расслабься. На этом этаже ни одного солдата. На, поздравляю. Эй! Без обид? Без обид? Я сбежала, и ты злишься. Но я могу тебе всё объяснить. Только давай переберёмся в другое место. Уже почти утро, и у меня начнутся учения, на которых нас учат убивать цикад. Хватит. Надевай штаны и пошли. Я идиотка. Смелее. Мы с тобой хоть раз попадались? Ну, хоть что-нибудь. Чёрт! Сойдёт. Так, давай-ка повернись. Господи. А? Субтитры создавал DimaTorzok Оставшиеся позади. Так русская локализация называется. Это DLC. Так, ладно. Порядок. Ладно. И куда мне теперь? А Рейли, кстати, как-то подозрительно похожа, да, на Марлин. Наверное, она всё-таки была дочкой Марлин. Наверное. Не обязательно. Но это не точно, как говорится. Вот. Но похоже реально на Марлин. Так, мы ищем медикаменты для Джоэла. Но я, наверное, не буду спешить. Я осознаю условности игры, что Джоэл не умрёт, пока я тут осматриваю каждый мусорник, да. Может быть, мы найдём какие-то новые записки. Может быть, мы найдём ещё какие-то интересные истории. Поэтому я не хочу спешить и... проходить, пропускать, в общем, всё, что можно пропустить. Только чтобы пройти побыстрее. Это неинтересно, как по мне. Так. Лифт не работает уже. Это точно. Вообще, я думал, если честно, что... Будет история именно про... Ну, хотя тут перемешку, да, история и... Про Райли. О которой нам рассказывала... Элли в последней серии, да, в прошлой серии. О том, что Райли погибла. Надеюсь, это всё же не спойлер, учитывая то, что нам уже об этом рассказали в игре. Вот. И... Перемешку будет... Рассказываться история о том, как же всё-таки... Джоэла вылечили. Как же... Маленькая девочка, 14-летняя, спасла взрослого мужика с... Чёрт! Колотой раной в брюхе от верной-верной гибели. Может быть, кстати, Марвус ещё тоже повлиял, да? Джоэл немного подмёрз. И кровь не так, может быть, охотно вытекала через его рану. Не знаю, так это работает или нет. Ну, в общем. Ребята... Много было комментов по поводу, как бы, вот, нелепости этой ситуации, да? То, что Джоэл всё же выжил как-то. И... Бред, некоторые ребята говорили, что, ну, что просто с медицинской стороны это просто совсем-совсем смешно было. Так. Понятно, что игра, да, и условности, что нам нужно нагнать такого трагизма как можно побольше. Ну, я... Аптека Уэстона. То, что нужно. Так. Я думал, нам сюда всё-таки. Заперто. Понял. Ага, комбинация нужна. Ну, вот. Будем искать. Конечно же, да, я могу что-то пропустить. Не специально, конечно же. Могу там куда-то, да, не посмотреть. Пропустить какую-то дверь. Это, ну, нормально от этого никуда не деться просто-напросто. А ещё мы слышали щелкуна. О котором теперь и не слышно. Страшно странно немного. Так, что тут у нас? Витаминки. Какого хрена? Нет. Таблетки сожрали, а пузырёк оставили? Ну-ка. Ну, конечно. Всё унесли. Что тут? Ну, хоть что-нибудь. Ничего. И снова ничего. В принципе, я бы ничего другого и не ожидал от аптеки, которая 20 лет уже как давно разграблена, наверное. Так. Фармацевт. О, вон комбинация. Может, у него что найдётся? Фармацевт спятил и напал на меня. Пришлось ему врезать. Он без сознания. Заперт в магазине. Американская принцесса. По соседству. Помогите ему. Комбинация такая. Это ясно. Такой какой-то новый вариант немного, да? Читать записки. Кстати, давайте посмотрим, что... Нету никакой информации. Посмотрим, что есть... У Элли. Мы, кстати, да, не смотрели. Мне ребята говорили, что... Когда мы играли за Элли в основную игру, то можно было тоже посмотреть. У неё какие-то другие, якобы, артефакты были. Давайте посмотрим. Ну, тут почему-то нету возможности прочитать. Где мои субтитры? Алло. Наверное, ничего как бы важного тут нету. Можно только перевернуть. Я надеюсь, что не из-за того, что я поставил... Реализм мне не дают теперь читать за... А, вот. Читать можно, да? То есть всё нормально. Просто на тех... Не было никакого перевода. На тех книжечках. Раньше у нас каждая мелочь была, да? В инвентаре переведённая. Ну, кроме записки одной там, да. Ладно. Открой тебе маленький секрет, Элли. Я не слишком люблю детей, а уж младенцев вообще ненавижу. Но смотрю на тебя и поражаюсь. Тебе ещё не исполнилось и дня, но держать тебя на руках это было самое невероятное событие в моей жизни, которое, увы, оказалось слишком короткой. Марлин за тобой присмотрит. В этом мире нет никого, кому я бы доверяла больше, чем ей. Постарайся не создавать ей проблем. Не будь такой упрямой, как я. Не буду скрывать, в мире сейчас мало хорошего. Тебе будет непросто, но ты должна запомнить одну вещь. Дальше мы ничего не можем прочитать. Нет, ничего. Ну, ладно. Какую-то одну вещь. И вот фотка, которую, да, она забрала у Томми. Ну, точнее. Ну да. Что ж такое? О! Аптечка. Как мне туда попасть? Хороший вопрос. Нужен ключ. Ну, ладно. Идём тогда Туда. А вот сюда. Теперь понятно, откуда этот щелкун, которого мы слышали. У нас есть кирпич один, если что, да? Больше ничего нет. Кирпич и нож. Но мы знаем, можно бросить кирпич и зарезать. 35 вправо. 30 влево. 31 вправо. Сработало? Главное, чтобы удачно всё получилось. Но, кстати. Мы же именно щелкуна вроде бы слышали, да? Если я не ошибаюсь. А она так громко... Чёрт, споры! А он, наверное, давно здесь, кстати, того же. Если собираетесь на меня напасть, лучше давайте сразу. О, так, стоп. Нету... Нету этого режима... Прислушаться на реализме. Слушайте, смотрите, как интересно-то. Давайте фонарь включим. Зомботнее фонарь как бы не важен. Вот это... Вот это я, может быть, зря. Без возможности прислушаться... Будет... Тяжело, наверное. Так, что там? Ещё... А, это тряпочка. Тряпочку возьмём. Может быть, аптечку когда-нибудь себе сделаем такую. Для себя простенькую. Блин, музыка. Звук такой... Напрягающий немного. Не знаю, как слышно было его на ютубе, на записи. Так, из-за реализма я точно буду проходить эту игру намного дольше. Потому что я буду ещё в 20 раз осторожнее и медленнее всё делать. А потом умирать... От ваншота какого-нибудь и... Снова... Так. Дрянь. Ну, он давно того, смотрите. Надеюсь. Только не оживай, только не оживай. Пусто. Ты где же? О, ключ. Ага. Так. Блин! Чтоб тебя, зараза! Я думал, он оживёт. До последнего думал, что он оживёт. Записка фармацевта. Погнали. Давайте почитаем, пока никто не ожил. А, вот эта записка. А, вот, хорошо. Не забывай меня, я буду по тебе скучать. Но не очень, Лора. Так, хорошо. О! Я не могу прислушаться, что самое жестокое. Он вроде один. Я на это надеюсь. Так, а нож... А у неё ножа ещё нету. Кстати, в натуре у неё ножа-то нету. Ой-ёй. Ой-ёй. Может, прислушиваться она тоже по сюжету просто сейчас не может. Так. Ну, вроде там никого пока нет. Вот, правильно. Иди уже куда-нибудь. Куда-нибудь, в общем, иди. Не знаю, куда, но куда-нибудь подальше отсюда. Идём. Потихоньку. Вон к кирпичу вроде валяется. Ещё один. Оп. Не зайти. Давай-давай-давай-давай, Элли. Давай. Всё. Я надеюсь. Что всё. Блин, эти вот эти мужики и тётки на плакатах. Напрягающие. Так, хорошо, открываем. Есть. Нет. Что ты делаешь? О. Армейский вертолёт. В нём должно что-то быть. Держись, Джоэл. Я понимаю, что ты такая рисковая девочка, но зачем поднимать лишний шум? Вот это вот меня немножко напрягает в этой игре тоже. То, что когда я бы на месте главных героев вёл себя, ну, просто предельно, насколько я мог быть тихо. А они пинают ногами, свистят, вообще всё, что угодно делают. И никак не пытаются быть потише. Так. Армейский вертолёт. Это интересно. Не сюда. Нет? Разве? Ну, ладно. Раз ты говоришь не сюда, значит, не сюда. Я тебе поверю. Так. Слишком высоко. А. 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 Что там? Что там? Записка из салона. Старший уоррент-офицер Ларри Колфилд сегодня днем пал смертью храбрых. Мы возвращались из карантинной зоны, когда с пациентом случился припадок. Вероятно, он заразился через споры, потому что следов от укуса никто не видел. Пациент вырвался и бросился на пилота уоррент-офицера Шона Брэндона. Вертолет потерял управление, но офицер Колфилд продолжил борьбу с пациентом и тем самым спас нас. Мы потерпели крушение в Колорадо, в загородном торговом центре. Из отряда выжили только рядовой Юджин Эллис, офицер Колфилд и я. Пациенту удалось укусить офицера Колфилда в шею. Он немедленно указал нам на укус и согласился с тем, что должно последовать. Я предприняла предписанные протоколом меры, чтобы офицер Колфилд не превратился в зараженного. Да упокоится он с миром. Капитан Риган Фрэнсис, 4-я пехотная дивизия, Денверская карантинная зона. Так, хорошо. Ну рискнём. Это снова воспоминания, да? Флэшбэки. Ого. Ещё бы чуть-чуть. А ты быстрая. Это круто. Спасибо. Ну давай, побежали. Эм, да? Так, как ты их нашла? Цикад? Да. Помнишь того парня, которого ты укусила и пушку забрала? Да, я его помню. Это Тревор. Короче, я его увидела на улице и решила за ним проследить. Он зашёл в переулок, и там на меня набросились цикады. И утащили прямо к себе в логово. К Марлин. Страшно было. Да, жути. Всё-таки она не дочка Марлин. Я думала, уж теперь-то она меня точно пристрелит. А она только спросила. Чё так долго? Она меня ждала. И она сразу приняла тебя в цикады? Ну, типа того. Всё, что было до этого, это, оказывается, проверка. Она испытывала мою зреленность. А. Плаката розыски. Да, мы видели такое. Марлин розыскивается. Про тебя спрашивала. Да ну. Говорит, ты похожа на свою мать. Ну, ей виднее. Идём. Ну, девочка, это реально на Марлин похожа, Райли. Хороший темп взяли. Короче, у нас будут в перемешку, да, флешбеки с историей о спасении Джоэла. Ну, ладно. Я... Не скажу, что мне нравится, когда повествование идёт такими обрывками и вперемешку, но... В любом случае, это возможность немного лучше узнать Элли. Может быть, ещё что интересное узнаем. Может быть, там какая-то из этой информации тоже пригодится, да? Ну, будут, может, какие-то отсылки во второй части. Будет интересно вспоминать потом. Когда будем вторую проходить. Если, конечно, будут истории связанные... Что там? Кто там? А, цикады. Услышала уже голоса? О, ха-ха-ха. Ой, прости, не хотела обидеть твоих друзей. Так что? Ты поверила в их идеалы? Я не знаю, я поняла одно, я не солдат. Ладно. Тридцать дней, ага. Люди заражаются каждый день, просто они это умело скрывают. Ты видела других заражённых? На обряде посвящения в цикады меня достали любить. Знаешь, давай лучше сменим тему. Ладно. Чёрт, прячься! Прости, что-то я психованная. Тут скользко. Слушай, может мне податься в цикады? Элли, я об этом Марлин первым делом спросила. Она хочет, чтобы ты сидела в этой дурацкой школе. Даже сказала, чтобы я к тебе не ходила. А ей-то что? Боится, что втяну тебя в неприятности. Ну-ну, я и сама их хорошо нахожу. Эй, помнишь, как я тебя сюда привела? Зачем мы сюда залезли, Райлет? У меня для тебя сюрприз. Какой? Динозавр? Может. За динозавра я тебе всё прощу. Подожди, скоро увидишь. Либерти Гарден, да? Или что там написано? Не верится, что Уинстон умер. Уже знаешь? Да. Что с ним стряслось? Говорят, свалился с лошади. Инфаркт или типа того. Блин. Хотя многие ли сейчас умирают от старости? Я таких не знаю. Вот-вот. Посмотрим, что он оставил. Что? Это Уинстон? Да он раньше был красавчик. Ух ты. Будешь? Ммм. Я не понимаю. Не хочу. Как хочешь. За Уинстона. Нам даже выбор дали. Смотрите, интересно. А с принцессой что? Ну, я думаю, кто-то её себе забрал. Бедная лошадка. Небось не поймёт, что случилось. Вот чего-чего, выборов в этой игре определённо не хватает каких-то. Чтобы с последствиями такие, да? Чтобы интересно совсем было. Прикольно. 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 Эли, помоги поднять. Ненавижу тут лазить. Всегда боюсь, что нас сейчас завалит. Ерунда. Я первая. Дороги. 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 Знаешь что? Давай поищем другой путь. Да. Хорошая мысль. Эй, Райли. Слушай, я тебя подсажу. Попробуй открыть с той стороны. Вариант. Дверь всё. Райли? В ржавчине. Я сначала подумал, что это кровища. Это, наверное, всё же ржавчина. Ух ты, ёлки-палки. Дура. Второй раз за сегодня. И как мы раньше это место не нашли. Так, я нашла маску прям для тебя. Райли. Идеальную. Оборотня. Посмотри. Это что, у тебя типа оборотень? Наденька. Тупость. Да, крутяк. Порычи. Рыкни по-настоящему. Так, а как? А, нужно. Да, опять же, кликать нужно. Ща, ух, щас, Элли. Раааааааа. Ха-ха-ха. Другое дело. Давай глянем, что тут ещё есть. Жесть. Вау, сколько тут всего. Мне вот сразу почему-то вспомнилось DLC к второму бордерлендсу. Лонсо, про Тино. Так, что там было? О, похоже, ужасно маловероятно. Фу, слава богу. Я когда-нибудь сыграю в видеоигру? Твои шансы ничтожны. Пошёл ты, череп! У меня сиськи вырастут или как? Духи хранят молчание. Ну, конечно. Ты придурок? Я уверен, что это так. Ну, как скажешь. Просто великолепно. Я поезжу ещё за рулём? Костями чую, да. Ну, ладно. Мы когда-нибудь выберемся из этой карантинной зоны? Ответ окутан мраком. Значит, шанс есть? Мы вернём свои водяные ружья? Дух говорит да. Ага, ты слышала? Ружья-то к нам ещё вернутся. Забудь про них, Элли. Забудь. У тебя будет другое ружье. Интересно, Райли когда-нибудь научится играть в покер? Я тебя вообще-то слышу. Ответ не ясен, но... Надежда ещё есть. Неа. Я забила. Покер, играй сама. Всё. Больше вопросов не имею. Хорошо. Так. Давайте дальше осматриваться. Что тут интересного есть? Можно, типа, одеть эту маску? А, тройной феникс. Тройной феникс? Ну как? Миленько. Ну спасибо, добрый голубь. Так, там, по-моему, был, да, этот... Значок треугольника. Там дверь вроде была. Может, мне показалось, конечно. Ха-ха-ха-ха-ха, серебряные башмачки. Что ты с ними сотворила? Ох, Татошка, что же нам делать? Ха-ха-ха, ржака. Так, всё, масок больше не осталось. Вроде бы. Окей. О, у меня мысль. Видишь машины внизу? Да. Красная твоя, моя синяя. Бросаем кирпичи, побеждая тот, кто разобьёт все окна в своей машине. Шутишь? У меня глаз-алмаз. Ха-ха, супер. Проигравший... Отвечает на вопрос, без сарказма. Мы что, играем в чистосердечное признание? Хм, ладно, поехали. Что, нравится? Блин. Чётко. Фигак. Так. Второе. Ха. У нас третье. У неё тоже. Вот как это делается. Есть! Да! Оп! Как? Как так-то? Так, а мы там с той стороны не пропустили ли? Последнее. Осталось одно. Да. Да, подождите. Твою ж. Вот это, да? Она поддаётся, наверное. Супер-чемпионка. Супер-чемпионка. Мои стёкла были толще. Ну да, можешь не оправдываться. Теперь вопросик. Уже страшно. Так. Что значит даже не думай? Что не думай? Икс, 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 икс. Ладно. А знаешь... Я не успел, типа? Блин. Проехали. Вау. Ладно. Ну вот, отстой. Идём. Я покажу тебе эту штуку. Она недалеко. Слишком я долго думал, чтобы... Чтобы спросить, что важнее для меня. Но... Да. Когда я решил спросить про маму, было уже поздно. Что мы тут забыли? Страшноватое место. Так вот. Помнишь, мы думали, что свет есть только в нескольких районах? Ну? Иди за мной. Так. Сейчас. Погоди, не спеши. Я вот записку нашёл. С предупреждением. Майор Бэнкс. Это уже мой третий запрос с просьбой увеличить число патрулей на этой местности. Город наводнили беженцы из Хартфордской карантинной зоны. И многие из них проходят через торговый центр. Потому что знают, что тут мало солдат. Эти люди готовы на всё. И в большинстве случаев они попадают в город, уже будучи заражёнными. Как я указал в докладе, только на прошлой неделе мне пришлось нейтрализовать сразу трёх заражённых на первой стадии. Я понимаю, что ресурсов мало, но если нам не пришлют подмогу, наш торговый центр просто сметут эти негодяи. Кому я всё это пишу? Навеки ваш локей, сержанту Инстанашер. Это отличное письмо. Просто, блин, кстати, кстати, кстати. Где у нас? А. Вот, с предупреждением. Нет, я хотел приблизить х. Фак, 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 факетти, фак, фак. Да. Так. Хорошо. Интересно. Да. Шкафчик, в котором пусто. Круто. Сейчас, погоди, Райли. Тут есть хитрый закоулочек, который, может, нам не надо. Сюда. Ага. Не подсвечивается треугольничек, поэтому, наверное, мы туда пойдём, но немного позже. Ага, сейчас она свет включит. Так, включаем. Электричество-то есть. Только они его вырубают. Надо просто обратно врубить. Так. Ну, я думаю, что прежде чем мы врубим электричество, мы, наверное, лучше прервёмся и в следующей серии его уже врубим. Вот, потому что потом может что-то случиться такое, что затянется, а не хочется прям так обрывать серию на чём-то интересном. Вот. Поэтому, да, пока что. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии на сложности реализм в прохождении DLC, оставшейся позади. Пока. Продолжение следует...